Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы заканчиваем чтение второй книги Паралепименон и сегодня будем читать последнюю 36 главу. И здесь мы находим такие слова. И взял народ земли Иохаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иохаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Аметал, дочь Еремия из Ловны. То есть имеется в виду не пророка Иеремии, а Иеремия из Ловны. Пророк Иеремии жил в эти времена. И он составлял плачевные песни по царям, которые при нем умирали, но тексты этих песен, они не сохранились. Сохранилась его книга «Плач Еремии», где он уже оплакивал окончательное разрушение Иудейского царства, Иерусалима и Иерусалимского храма. И далее говорится о царе Иохазе. «И сделал он лукавый пред Господом по всему, что сделали отцы его». Ну, здесь как бы не уточняется, что он сделал. И как вот сразу реакция на это, попущенный Богом. «И оковал его фараон Нехао в Девлафе, в земле Имавской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И низложил его царь Египетский в Иерусалиме и привел его царь в Египет и наложил на землю пене сто талантов серебра и талант золота». То есть царь Египта обложил данью, тот же самый царь, который погубил предшествовавшего царя. «И воцарил царь Египетский над Иудеей, Иерусалимом, Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима». Перемена имени — это знак власти над таким человеком, и в данном контексте это форма унижения этого человека. Обычно господа, которые покупали себе новых рабов, они меняли им имена. А Иоахаза, брата его, то есть плененного, взял Нехау и отвел его в Египет, и он умер там, и серебро, и золото давал фараону, то есть поставленный им царь. «Тогда земля начала давать серебро, земля Эра Цесраэль, по слову фараона, и каждый по власти требовал серебра и золота от народа земли для дани фараону Нехау». А что значит «каждый по власти требовал», то есть мало что фараон требовал, а еще всякие чиновники фараона, они еще для себя требовали. Далее мы читаем. «Косор, царь Вавилонский на землю, и он служил ему три года, то есть был таким коллаборационистом, предателем, и отступил от него, но потом как бы восстал. И послал Господь на них халдеев и разбойников сирских, и разбойников мавицких, и сынов омоновых, и самарийских, и отступили по слову всему, по слову Господа, устами рабов его, пророков». То есть как бы Господь попускает разные нападения. Нападают, отступают. «Впрочем, гнев Господа был на Иудее, чтобы отвергнуть его, то есть от лица Господа, за все грехи Монасии, которые он сделал, и за кровь неповинную, который пролил Иоаким и наполнил Иерусалим неповинной кровью. Но не восхотел Господь искоренить их. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвезти его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне, то есть как некие такие трофеи, и прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описано в книге царей израильских, иудейских, и почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в Гонозане с отцами своими, и воцарился Ихония сына во вместо него». То есть здесь все уже идет к полному разрушению этого царства. Уже Израиль скрушен ассирийцами, здесь в Вавилоняне уже наносят удар по Иерусалиму, по Иудее, до этого Египет наносил такой удар. Потом все эти соседние племена, то есть те, которые в ближайшем зарубежье, они все тоже ополчились, почувствовали слабость иудейского царства, сразу напали. За их спиной и Вавилон, и Египет, и они чувствовали себя безнаказанно. Восемнадцатый лет был Ихония, когда воцарился, и три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме, то есть это уже неустойчивое царство, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон, вместе с драгоценными сосудами Дома Господня, и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Садыкию, брата его. То есть в какой-то момент правители Вавилона, в частности Навуходоносор, он одного смещает, другого ставит, а как бы он еще готов смириться с существованием этого царства, хотя и под полным его контролем. Но так будет недолго. Двадцати одного года был Садыкия, когда воцарился, 11 лет царства в Иерусалиме, всего 11 лет, и делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних. Пророк Иеремия пророчествовал о том, что пленение неизбежно, гибель царства неизбежна, и людям было неприятно это слушать, им казалось, что это не патриотично, о чем это говорит Иеремия, причем он это все говорил от лица Божия, но Иеремия оказался прав. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних. Иеремия не свои слова говорил, а те, которые Господь из своих уст влагал в уста Иеремии. «И отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога». То есть этот царь садыки, он поклялся именем Бога, что не будет откладываться от Навуходоносора, а здесь он отложился, он стал клятву преступником. «И сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу, к Израилеву». То есть он думает, что сам сможет добиться свободы для своей страны. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили». А начальствующие над священниками – это более высокие священники. И они впадали в грех, и начальствующие в народе тоже впадали в грехи. В какие грехи? «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме». То есть полное разложение начинается среди духовенства, церковного начальства и светского начальства. «И посылал к ним Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра». А почему-то это уточнение «Бог отцов их», то есть ради отцов их Господь посылал пророков. А они уже этого как бы и не заслужили. «От раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, народ в целом, он помнил о Давиде. Но они издевались над посланными от Бога, то есть над пророками, и пренебрегались словами его, то есть словами Бога, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». То есть полное разложение. «И он, то есть Господь, навел на них царя Халдейского, и тот умертвел юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни садыки, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку его, то есть в руку царя Халдейского. И все сосуды дома Божьего, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий». Здесь описывается гибель храма Соломонова, который долгое время был единственным храмом на планете, который был посвящен имени Божьему, и он был уничтожен. На самом деле мы должны понять, мы христиане, что пишет апостол Павел, что все, что было с ними, то есть с древними евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. То есть антихрист будет воцаряться именно вследствие нашей нераскаянности и вследствие нашей греховности. Как преподобный Серафим Саровский говорил, что начальники в последние времена в конец опоршивятся, и гнев Божий неизбежно коснется и нашей земли. Итак, дом Божий запылал, и разрушили стену Иерусалима, то есть теперь это открытое пространство, а это значит, что уже не город, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И вот книга «Плач Иеремии» там, святование по поводу этого события. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. О чем это говорится? Здесь говорится о том, что евреи, которые жили на святой земле, они неправильно жили на святой земле. Закон Моисеев устанавливал, что землю можно обрабатывать только 6 лет подряд, а седьмой год ее надо оставлять под парами, чтобы она отдыхала. И вот эти субботы для земли они оставили. Это была тоже одна из причин, почему Господь их сгоняет с их собственной земли. И теперь земля не обрабатывается никем. Она субботствует. Причем это субботство растянется на 70 лет. Как правление большевиков в России было 70 лет, это наше Вавилонское пленение, Красное пленение, так вот древние евреи 70 лет находились в порабощении от Вавилона. Ситуация немножко меняется при персидских правителях. В первый год Кира, царя персидского, во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, а про Иеремию он все это предсказал, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать, так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, кто есть из вас, от всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. Но это произойдет уже через 70 лет вавилонского пленения. Эти два последних стиха, 22-й, 23-й, совпадают с началом книги Ездры, но помещены здесь в заключение, они звучат немножко по-иному, возвещение предстоящего тяжелого труда превращается здесь в торжествующий возглас восстановления храма подтверждает неприходящий характер установления Давида. Ведь Давиду было сказано, что на престоле его не оскудеет его потомок. Но в период 70-летнего вавилонского пленения кто из потомков Давида возглавлял еврейский народ? Это серьезный вопрос. И традиция древняя отвечает на этот вопрос так. Пророк Даниил был потомок царя Давида. Давайте вспомним, что в книге пророка Даниила рассказывается, что когда евреи оказались в вавилонском пленении, то вавилонский правитель повелел, чтобы лучших отроков из княжеских семей, из царских семей их взяли бы для службы при нем. И вот Даниил был одним из таких. Он был праведником своего времени. Он был пророк, пророк цадик, набиим цадик, цадик, и он возглавлял свой народ в период пленения. То есть не было царей, и как бы функцию царя, то есть функцию сангедрина суда выполнял пророк. Как и после падения Российской империи, все, что осталось от империи, единственная легитимная власть в России в период советского пленения это власть патриархов. Начиная от Тихона, потом Сергий, потом Алексей Первый, Алексей Второй и Кирилл. Это легитимная власть, преемство, которое мы можем проследить. В отличие от всех этих временщиков, которые сначала в результате февральского переворота пришли к власти, а потом вот эта страшная большевистская революция, точнее не революция, а именно переворот, заговор, мятеж. И это продолжалось достаточно долго. И последствия этого мы разгребаем и наверное еще и наши дети, и наши внуки застанут последствия вот этих греховных деяний. В окончании о второй книге Паралипоминон в православной традиции дается молитва монассия царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне. Дополнение книгам Паралипоминон проведено с греческого в еврейском тексте эта молитва отсутствует. Но мы знаем, как эта молитва поменяла судьбу монассия, который был страшным грешником, идолопоклонником, отступником, убийцей, и он был хуже всех царей, всех правителей. И для нас важно будет вчитаться в слова этой молитвы, чтобы понять, почему Господь преклонил свое внимание к этим словам. Молитва монассия царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне. Я напомню, он попал в плен, когда какие-то волнения против оккупантов начались, его увели туда в плен, и в плену он смирился перед Богом, осознал свои преступления и грехи. Господи, Вседержителю Божию отцов наших Авраама и Исаака и Иакова и семени их праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатлевший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся и трепещут от лица силы Твоей. Потому что никто не может устоять перед великолепием славы Твоей и нестерпим гнев прещение Твоего нагрешников. Действительно, слава и величие Бога, кто может перед ними устоять. Но далее говорится немножко о другом, можно сказать, совсем о другом. Но безмерно и неисследимо милость обетования Твоего, то есть обещания Твоего, «Ибо Ты, Господь Вышний, благий, долготерпеливый и многомилостивый и кающийся о злобах человеческих» То есть Господь как бы дает нам слова покаяния. Это имеется в виду. Не в том смысле, что Он перед нами кается. «Ты, Господи, по множеству Твоей благости обещал покаяние, и отпущение согрешившим Тебе и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение». Вот Бог, который определил покаяние грешникам во спасение, это Бог наш, Бог христианский. «Итак Ты, Господи, Божий праведных, не положил покаяние праведным, Аврааму, Исааку и Якову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, молится монасия, потому что я согрешил пачи числа песка морского». Действительно, преступления монасия были очень серьезные, мы об этом уже читали. «Многочисленные беззакония Мои, Господи, многочисленные беззакония Мои, я не достоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд Моих, я согбен многими железными узами». Он молился, когда он был закован в узы, но здесь он говорит о других железных узах, о тех грехах, в которых он запутался, о тех узах, он говорит, которыми дьявол сковал его душу. «Так что не могу поднять головы моей, и нет мне вдохновения, потому что прогневал тебя и сделал пред тобою злое». Он понимает, что он вызвал гнев Божий на свою собственную голову, на свой народ, на свою страну, не исполнил воли твоей, не сохранил повелений твоих, поставил мерзости, то есть идолов, поставил их в храме и по стране, и умножил соблазны, соблазны идолопоклонства, а вода зора чуждого служения. «И ныне преклоняю колени сердца моего». Вот этот образ колени сердца моего, мы его встречаем при чтении некоторых молитв, он берется как раз из этой библейской молитвы. «Умоляю тебя о благости», благость это Божье милосердие, хэсет, то есть незаслуженная милость, «Согрешил я, Господи, согрешил, и беззаконие мои я знаю». Здесь его слова перекликаются со словами 50-го псалма покаянного царя Давида. «И грех мой предо мною, есть выну», молился Давид, а монасе, подражая Давиду, говорит, «Согрешил, и беззаконие мои я знаю, но прошу, молясь тебе, отпусти мне, Господи, отпусти мне, не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю, то есть он не хочет сходить в ад, ибо ты Бог, Бог кающихся, и на мне иви всю благость твою». Действительно, наш Бог есть Бог кающихся, спаси меня, здесь он молится, спаси меня, то есть яви благость твою, спаси меня, недостойного, по великой милости твоей, и я буду прославлять тебя во все дни жизни моей, имеется в виду до конца смерти, во все дни жизни моей, которые мне остались. Такой смысл. «Потому что тебя славят все силы небесные, то есть все ангелы, солнце, луна, звезды, и твоя слава во веки веков. Аминь». Вот это удивительная молитва, которая раскрывает секрет, почему Бог простил этого человека. Здесь мы видим великое скрушение его души, обращенной к Богу. «Воем, что ты сценишься, ты скручишь, нить, и ты уйся, к Богу. Я ... ты к Богу. Ты отец, сценишься, дам,